Итак, всем снова здорово, с вами Фрикстер, и сегодня я продолжаю играть в игру Don't Starve в дополнение кораблекрушения, и продолжаем играть за Вилсона. Так, ну и что, и что, и что, сейчас у нас пока ночь, сейчас наступит утро, и я уже запланировал на самом-то деле свои действия, то есть сейчас мы поплывем на вот этот остров и начнем потихонечку добывать себе камни, золото, кремени и тому подобную гадость. Так что сейчас, наверное, нам стоит выложить все ненужное, то есть тот же камень, которого у меня сейчас будет в избытке, кремня можно даже больше половины выложить, остальной кремень пойдет на кирку, ну и не на одну. И сейчас мы отправимся как раз туда, и у меня тут, кстати, кирка валялась, но у нее, по-моему, очень мало процентов, давайте посмотрим. А нет, 64, в принципе, мне будет пока достаточно. Так, сколько у меня, ой, здесь прочности мало, здесь прочности достаточно, и вот здесь прочности мало. Короче, забираем себе этот кожаный парус, и плывем, кстати, еще есть место для камня, если что, вот здесь. И у нас проблемы с рассудком, давайте его немножко восстановим при помощи бананового мороженого, но оно не особо много восстановило. Ну да ладно, так тоже сойдет, и давайте направимся туда. Ну и, наконец-таки, я подплыл к острову, на самом-то деле, дорога была очень долгая, ну, по крайней мере, для меня. И я, как бы это сказать, довольно часто пользуюсь кофе, сейчас, ну, в своем основном мире, и поэтому не привык особо к такой скорости, тем более то, что здесь не пропеллер, а обычный парус, из-за чего довольно-таки неудобно, как бы, передвигаться. Но, в принципе, я справился более-менее, так что будем продолжать. Так, ну и сейчас, наверное, буду просто собирать камни, это не думаю, что требует комментариев, так что это все я ускорю. Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну и собирал я тут камешки, и, на самом-то деле, ко мне решили заглянуть в собачки, я их уже слышу. Оба, и давайте сейчас будем потихонечку с ними сражаться. Оба. Не думаю, что это составит большого труда, на самом-то деле. На таком дне их не так много прибегает, так что будет, думаю, все в порядке. Так. Все. В принципе, с собачками мы справились, ничего такого сложного не было. Надеюсь, что если они нападут на вас, то у вас тоже не составит труда с ними сразиться. Так, ну и что ж, давайте продолжим потихонечку не только собирать камни, но и изучать остров. Тут, в принципе, просто мы побегаем, пособираем такие камешки. В принципе, осталась кирка на один раз, и сейчас мы еще один золотой камень, точнее камень с золотыми прожилками найдем. Сломаем его, достанем оттуда золото, и поищем еще кучки, золотые кучки, и выкопаем, попробуем выкопать их. Таким образом, наберем себе еще золото. Золота я не так уж много набрал, всего лишь шесть штучек, но думаю, этого будет достаточно. Надеюсь, там не за мной идет паучок, нет. Все, отлично. Камешек сломан, хорошо. Правда, я сейчас, ну, как бы, чувствую довольно-таки большой дискомфорт в плане рассудка, и надо как-то от этого избавляться. Опять же, нужно на следующий вечер пойти насобирать зеленых грибов, хотя я вот один, в принципе, на этом острове нашел, но я не знаю, на моем острове они уже выросли или еще нет. Я просто не помню, что я делал в предыдущем эпизоде, потому что предыдущий эпизод был очень давно, точнее, я его записывал очень давно, поэтому я не особо помню, давно ли я собирал эти зеленые грибы. Как-то так. Эх, ну что ж, дожидаемся утра, идем выкопывать кучки, хотя сейчас уже просто направимся туда. А, нет, мне показалось, что здесь синий гриб. Синие грибы, в принципе, тоже можно пережаривать и есть для пополнения рассудка. Но, они, конечно, больше урона наносят, но, думаю, ничего страшного не случится. Так, где у нас тут еще есть цветочки? О, вот еще один. Хорошо. Потихонечку будем собирать цветочки и все придет в норму. В принципе, можно и с ракушками то же самое делать, но на этом острове и нет песка, значит и нет ракушек. О, вот еще зеленый, о, синенький грибочек, это очень хорошо. Очень хорошо. О, вон еще цветочек. Да, конечно, немножко неудобно бегать с фонариком, легче, конечно, одеть кротокуляры, какие-нибудь с ними бегать. Но, что поделать, сейчас на данный момент у меня нет кротокуляров, тем более это не тот мир, чтобы кротокуляры крафтить или находить. В принципе, возможно, есть какой-то способ достать их, то есть там выиграть в автомате, я не знаю, можно или нет, или что-то подобное. Так что, возможно, возможно, есть способ. Так, что у нас дальше? Дальше мы идем за кучками, кучками золота. Потихонечку по дороге едим немножко цветочек. Хотел сказать, немножко песка едим. Но, остановился вовремя. Так. Ну, вроде бы цветочков достаточно, хорошо. Правда, раз вот так все продолжает падать, это из-за того, что я был намокший, но... Ладно, думаю, с этим я справлюсь. Кстати, можно вот эту сразу выкопать, ой, точнее, сразу срубить. Вот эту... Вот этот кукон паучков. Оба, а у меня места в инвентаре уже не хватает, да? Ладно, в таком случае мы сейчас давайте направимся к лодке, выложим все. Ненужное нам. Вернемся и дособираем все это. На самом-то деле я думал, что у меня в инвентаре вроде бы был где-то этот... Этот... Так же его. Сейчас скажу, что я имел в виду. Селитра, во! Селитра. Я уже как-то думал, по-другому называется. Так, складываем сюда... А, вот селитра как раз есть. Ну, давайте с собой возьмем. Так, еще стак камней мы складываем сюда. Ну и, в принципе, пока все. Пока больше ни в чем я особо-то не нуждаюсь в таком. Ладно, пойдемте назад. Все так же пытаться собирать... Эти... Не эти, а это золото. Вот. В таких кучках. Так. Ну и сейчас в любом... О! Синегем. Синегем мне очень-очень сильно нужен будет. Как раз для того, чтобы сделать себе... Эту... Амулет. Холодненький. Чтобы вышивать зимой. Ой, летный. Пошу прощения. Так, давайте, наверное, факел мы выбросим. Он мне особо-то не нужен. Дерево в количестве одной штучки тоже особо не играет роли. Так что давайте тоже их выкинем. И пойдем дальше. Ну, надеюсь, я еще парочку синегемов найду. Было бы довольно-таки неплохо. Ну, хотя... Учитывая мое везение, это было... Это был первый и последний раз, когда я нашел синегем. Хорошо, когда камни падают на паучью территорию, они как бы не призывают пауков. Это было бы довольно печально на самом-то деле. Все это наблюдать. Так, также веточек соберем. Я смотрю, у меня их очень мало. Шесть штучек всего лишь. Оба, вот и почки полезли. Так, и еще огонек. Ну, что ж. Давайте опять же дособираем все оставшиеся ветки на этом острове. Которых мне не хватает. И потом пойдем уже на базу. Хотя плыть по темноте тоже не вариант. Но у меня, в принципе, есть шахтерская краска. Так что, думаю, проблем с этим я не испытаю. Так, а там есть трехэтажные? Трехэтажные нет. Трехэтажных пауков нет. Ладно, окей. Идем в таком случае назад. И плывем на базу. Так, у меня есть один лишний слот. Что-то могу положить даже. Но пока, наверное, нечего. Хотя вот есть. Есть. Ядовитая железа. В будущем пригодится. Антидот сделаю. Так, ну и что ж. Поехали на остров. Как только буду там, я к вам вернусь. Так, ну и приплыл я к базе. Но знаете, на самом-то деле, сейчас уже довольно-таки глубокий сезон ураганов. Так что, в ближайшее время стоит ждать к себе в гости силнета. Я не знаю, придет он точно или нет. Но, в принципе, было бы неплохо, если бы я, допустим, получил себе железный ветер. Но, опять же, это будет довольно-таки тяжело сделать. На воде сражаться я не могу, потому что ремонтных наборов нет. Так что мне придется сражаться на каком-нибудь острове. И я, по сути, пока плыл, пострел на карту и выбрал, наверное, вот этот остров. Потому что он такой большой, и на нем довольно-таки просто бегать от силнета и бить его. Так что выберу именно его. И этот звук случайно силнета. Или просто обычный ветер. Надеюсь, что просто обычный ветер. Уилсон пока ничего не говорил на этот счет. Так что должно быть все в порядке. Так, а вот это вот мне не надо. Пожалуйста, уходите. Идите отсюда. Тени. Точнее, руки тени. Все, идите. Отстаньте от меня. Больше сюда не приходите. Так. Ну, короче, как только Уилсон начнет говорить какие-то фразы, я поплыву уже на другой остров. И буду поджидать силнета именно там. Так, сейчас... Ага, вот у меня, кстати, железо уже есть. Давайте теперь раскинем все по своим сундукам. О, кстати, вот у меня уже три синегема. Это довольно-таки неплохо. Так, это все забираем. Спускаемся сюда. Кстати, да, довольно-таки много у меня все-таки камешка. И давайте, наверное, заправим совсем чуть-чуть наши светящиеся предметы, чтобы довольно-таки неприятно, если они закончатся. Так, ну и, наверное, все-таки камни мы переложим куда-нибудь сюда, потому что здесь место есть. Опа, и за мной тут змея выползла. Ну, на самом-то деле, сражаться сейчас с ними у меня нет смысла... Мне нет смысла, потому что... Как бы тратить абордажную саблю не очень-то хочется. Хочется ее потратить именно на силу на эту. Так что... Как-то так. Ага, я также вижу, что у меня... Кремня слишком дофига. Давайте все сюда. Кстати, кремень лучше храните в рюкзаке. Ну, это так, на всякий случай. Из-за того, что если вы вдруг потерпите крушение, и ваши предметы упадут в воду, но у вас будет алтарь, то, например, кремень и там подобные вещи утонут. То есть, утонут. Некоторые вещи тонут, поэтому лучше те вещи, которые тонут, хранить именно в рюкзаке. Например, пепел там, все так. Там подобный пепел, кремень. Ну, там подобную гадость. Так, ну что ж. Давайте потихонечку съедать мясные шарики. Давайте еще, наверное, сделаем себе. Оба, не сделаем. Но зато мы можем сделать яичницу. Давайте ее приготовим. Хочешь что-то будет такое интересненькое? Оба, морода наконец-таки выросла у Уилсона. Хорошо. Так, давайте сейчас также немножечко соберем траву. О, веточки подросли. Это тоже очень хорошо. Потому что я смогу пополнить их запас. Пять штучек как бы маловато, а вот сейчас соберу и будет достаточно. Ну, надеюсь, что будет достаточно. Это сколько у меня? Пять, десять, тринадцать. Пятнадцать саженцев, что ли? Ну, ладно. Ничего страшного. Хотя нет, пятнадцать. Тринадцать. Ой, четырнадцать, четырнадцать, четырнадцать саженцев. То есть, вот у меня было пять веточек, и сейчас должно быть девятнадцать, по сути. Если я прав. А вот прав я или нет, я не знаю. Кстати, пока сил на это не пришел, мы, в принципе, можем пойти за ягодами. Но сейчас дождь. Я сейчас очень сильно боюсь, что начнет бить молния. Это будет очень плохо. Но, все равно, мне нужна в ближайшее время еда хотя бы чуть-чуть насобирать, уже будет хорошо. За зелеными грибами тоже вечером довольно-таки неудачно будет сходить. Так что, сейчас вот это вот все собираем и бегом на базу. Также грибочек, может, стоит собрать. Еще ягодки. Так, все. Теперь точно на базу. Там ягодки тоже появились. Но я думаю, если я пойду, то точно что-то случится. Так что лучше я остановлюсь заранее. Это все сюда скидываем. Забираем с собой яичницу. И, в принципе... Ой, какое сейчас. Три дня до конца сезона ураганов. Я бы, на самом-то деле, подождал все-таки силнеда. Но, не знаю. Нужно что-то делать. В Донстарве всегда нужно что-то делать. Но, опять же, фармить сейчас ягоды не очень-то и нужно. Ягоды и там подобное. В принципе, можно приплыть на вот этот стартовый остров. Повыкапывать здесь саженцы веток и травы. И переместить их на свой остров. Ну, было бы довольно неплохо. Опять же, здесь много всего подобного. Да, давайте все-таки на тот остров поплывем. На котором я планировал сражаться с силнеду. Чтобы, когда я с ним сражал... Чтобы, когда я собирал нужные мне ресурсы, я уже сразу начал с ним там сражаться. А не где-то переплывать на другой остров и все такое. Так что сейчас поплывем именно туда. И как только я туда доплыву, опять же, к вам вернусь. Итак, ну, приплыл я на остров. Но, на самом-то деле, я очень боюсь на него усаживаться. Потому что сейчас бьет молния. Это довольно-таки неприятный такой фактор. Но, ладно. Все равно придется это сделать. Кстати, можем даже параллельно пособирать ракушки. Так, ну и сейчас потихоньку... Опа! Это что случилось такое? Только что такая темнота. Я не знаю, это было видно на видео или нет. Но, видимо, это просто из-за сохранения. Из-за того, что молния сверкает. Иногда просто затемнение экрана идет. И потом резкое осветление. Из-за этого как раз... Такое случается, видимо. Ну, ладно. Окей. Окей. Немножко меня это напугало. Я подумал, что резко наступила ночь. Но, думаю, ничего страшного. Так, а вот первая молния пошла. Но, окей, ладно. Посмотрим, что из нашего фарма вообще выйдет. Получится. Опять же, если придется Лнеда, с ним будет очень сложно сражаться. Ну, не только из-за того, что ветер там все такое. От него убегать. А также из-за того, что будет бить молния. Будет метит дождь. Будет падать рассудок. Будут появляться кошмары. Короче, очень-очень много всего. Что мне может помешать. Но, надеюсь, этого всего будет по минимуму. И я справлюсь с ним довольно-таки просто. Но, опять же, в принципе, если я с ним не справлюсь, у меня всегда есть... Ой. Ой. У меня всегда есть алтарь. Который находится вот здесь. Да, вот он. И там, кстати, стоит сразу лодка. На всякий случай. Я ее оставил специально для этого. Если я вдруг погибну, мне нужно будет уплыть с острова. Потому что довольно часто бывало такое, что я воскрешался. Ну, восстанавливался на острове. А там не было ни кремния, ни веток, ничего. То есть я не мог не сделать ни топор, чтобы уплыть. Ни мачете, ничего подобного. И я оставался на острове, пока не умирал. То есть было довольно-таки неприятно. Ну, а потом, когда умирал, у меня там либо чучело стояло, либо еще что-то. И таким образом получалось все-таки выжить. Иекс. Оба. А вот и ночь наступает. Хорошо, давайте перекусим заранее. И побегаем с факелом. Так. Ну и желательно было бы, если бы ночью, конечно, прекратился дождь. Сейчас мы просто постоим здесь и подождем утро. Так. Ну и, наверное, это я все пропущу. И вернусь, когда наступит утро. Итак. Ну и наступило утро, на самом-то деле. Но дождь и гроза не закончились. Что довольно-таки печально. И в каком-то плане я сейчас в растерянности. Ну ладно. Надеюсь, что дождь со временем закончится. Грозы я вроде как не слышу, но она может появиться в любой момент. Хотя, возможно, это... Да, она, видимо, уже перестала бить так серьезно. Значит, сейчас, возможно, кстати, дождь спадет. И как только дождь спадет, я быстро побегу в лес собирать цветочки. Хотя, в принципе, можно уже сейчас бежать. Потому что грозы все-таки нету. И думаю, будет довольно неплохо это сделать. Давайте направимся за этими цветами. В принципе, можно было бы побриться, чтобы не спустить, а поднять рассудок. Так что, нужно подумать. Так, это, наверное, сразу есть. Потому что это восстанавливает здоровье. Так. А также сами цветочки восстанавливают рассудок. Кстати, на этом острове есть пляж. Так что можно пробежаться, пособирать также еще ракушки. Для ракушек слот у меня тоже как-то есть. Так что, можно этим заняться. Как раз пока ждем силнеда. Ну, главное сейчас, по крайней мере, не тратить абордажную саблю. Потому что мне она пригодится для силнеда. Только из-за того, что абордажная сабля наносит больше урона по силнеду, чем любое другое оружие. В плане того, что увеличенный урон именно абордажной саблей. Так, кстати, появились пчелки. А это значит, возможно. Не, не значит, невозможно. Сейчас я, наверное, пойду собирать себе эти жала. Потому что жала мне нужны будут для ремонтного набора. Чтобы починить все лодки. Ну и не только один ремонтный набор. Так, нужно будет несколько. В принципе, сейчас у меня бронька есть. Оружие у меня абордажная сабля. Но я, наверное, все-таки сделаю себе копье. Потому что у меня тут лишняя трава еще нарисовалась. Так что сейчас можно будет заняться именно убийством пчелок. Буду танковать. Мне, в принципе, сейчас... Ничего особо не угрожает. В принципе, брони много. На данный момент... Ой, из каждой повыпадало, пожалуй. Это очень здорово. Кстати, можно даже вот этот улей сломать. Ой, как хорошо, прекрасно даже. Так, это мы едим. Поставим здоровье, сытость. И забираем вот это. Все сюда. Ой, а у меня места нету, да? А давайте тогда выбросим пальмовые листья. И высадим, наверное, кокосы, да? Нет, пока что выбросим ракушки. Соберем для начала вот это. Прелесть. Наши жала, которых хватит на три ремонтных набора. Опять же, собрал я еще и соты. Так что смогу сделать себе улей. И фармить там уже жало. Хотя могу жало фармить даже не при помощи... Ну, то есть, не я могу убивать, а куда-нибудь поставить, чтобы пчелы сражались с кем-то другим. Тоже, думаю, получится неплохо. Так, ну и что ж, сейчас здесь еще один улей. Его мы будем... Да, мародировать... То есть, будем мародерством этого уля заниматься или нет? Я даже не знаю. Ладно. Сейчас посмотрим. В принципе, этот улей... У меня есть еще улей вообще известные? То есть, которые я находил поблизости. Вот, раз есть. Два есть. Пока что два, что ли? Да, пока что только два. Но они тоже далеко, как бы. Даже не знаю. Туда придется долго плыть и собирать еще пчел. Ладно. Эту улей я оставлю. Сюда потом приплыву. И при помощи сачка соберу себе еще четыре пчелки для как раз того, чтобы скрафтить эту тулей. Сейчас пока что... Просто побегаем. Так, кстати, на этом острове довольно-таки... Ну, именно в этом биоме довольно-таки много цветов. Так что буду потихонечку собирать их. Буду восстановлять себе рассудок. Так, 34-й день. А в силу это так и не приходит. Если он не придет, будет обидно. На самом-то деле, я к нему так готовился. Ну, в каком-то плане готовился. Особо-то сильно не подготовился. Но, тем не менее. Если он не придет, будет довольно-таки обидно. Планировал уже его убить. Так. Еще цветочки. Еще. Ну, в принципе, цветочков я насобирал, нафармил. Так, ну и... Чем бы заняться на этом острове таким интересным? В принципе, можно еще пофармить пальм. Почему бы нет? Ну, и давайте я, наверное, это все ускорю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, ну, утро наступило. В принципе, я пофармил, что хотел. Немножко дерева из них сделал. Немножко досок. Но сил на это так и не пришел. Что довольно-таки печально. Ну, и в таком случае сейчас мы... Ну, на самом-то деле, я не особо хочу отправляться на базу. Из-за того, что он все-таки может прийти. Так что сейчас, наверное, мы поплывем на вот этот остров. Немножко там поизучаем. И уже потом определимся. Ну, то есть, посмотрим, придет он все-таки или нет. Так что сейчас направляемся именно туда. Ну, в принципе, я еще хотел с собой забрать кокосы. Но вспомнил, что у меня на острове их негде садить. Ну, только вот в этом месте. В принципе, можно повыкапывать зерна. Но я этим заниматься особо-то не хочу. И оставил кокосы здесь. Ну, то есть, высадил их назад. Чтобы потом в следующий раз приплыть и нафармить еще больше деревьев. Думаю, это будет довольно-таки неплохо. Так, опять же, у нас тут есть места свободные. Чтобы сюда сложить, давайте сложим соты. И что еще? Давайте, наверное, так же двууголку сложим. Пока что она мне не особо нужна. Хотя, сейчас можно ее одеть так. Проплыть немножко, изучить побольше местности, чем нужно. А, точно, еще так же можно сюда сложить кусты. Почему бы нет. А вот, в принципе, да. Давайте пиратскую двууголку оставим. Так, ну что? В принципе, здесь мы разобрались. И побежали дальше. О, еще одна. Еще один алтарь. Это что-то как-то подозрительно. Ладно, давайте мы его активируем. Сейчас у меня есть. Да, есть возможность сделать себе еще один плот. Мы его делаем, конечно же. И давайте дальше пойдем бегать по острову. Смотрите, что тут есть. Здесь есть бифало. Ну, бифало я уже давно увидел. Мне нужно у них забрать себе немножко навоза. О, кстати, кстати. Я забыл про одну вещь. У меня же есть подзорная труба. А сейчас давайте потихонечку изучать. Я вспоминаю они обычно, когда наступает вечер. Когда уже ее использовать не особо эффективно. Но вот сейчас самое то. Тот самый... Блин, и не туда, конечно. Изучал. Изучать начал. Ну да ладно. Так, ну и здесь особо-то ничего нет. Но придется плыть дальше. Ну, я, наверное, не успею приплыть куда надо и изучить там местность. Ну ладно. Пока что посидим здесь. Давайте покушаем немножечко. В принципе, можно было бы собрать картофеля. Ну, не знаю. Что-то мне... Меня как-то всегда жаба душит его собирать. Как морковь, так и картофель. То есть, если в Don't Start Together это возобновляемый ресурс, например, морковка. И его можно собрать, и она заново заспаунится. То в обычном Don't Start этот ресурс возобновить нельзя. Только вырастить. Так что это довольно-таки... Как-то... Не комильфо собирайте. Картошку и морковь. Как-то так. Окей. Ладно. Ой. У меня еще дублончики начинают выпадать. Что очень-очень здорово. Так, ну... В принципе, остров... Нет, остров изучен не до конца. Значит, идем назад. Значит, идем назад и изучаем потихонечку это дело. Кстати, да. Нужно ягодки-то собирать для того, чтобы хоть чем-то питаться. Пока я не отправлюсь на базу. Что-то мне нужно есть. Опять же, тот же картофель можно пойти собрать. Но особо не горю желанием. Опять же, его собирать я уже и сказал. Так, дома обезьян пока разрушать не буду. Пускай... Пускай здесь они находятся. В принципе, на этом острове они мне ничем не мешают. Так что... Так, кстати, да. Навоз нужно будет забирать. Из-за того, что... Из-за того, что... Мне этот навоз нужно будет... Этим навозом нужно будет удобрять... Саженцы дровы. Так что это все мы забираем. Кстати, из лепестков можно будет сделать гнид. Или же скормить свинки. У меня, в принципе, сейчас нет мяса монстров. О, точно. Пойдемте пофармим мясо монстров. В принципе, состояние это сделать. Достаточно поубивать змей. Такое количество, чтобы из них... Из них повыпадало мясо монстров. Так, немножко... Немножко потанковал. Но, конечно, это не так уж приятно. Потому что снижение идет именно на броню. С бронями уменьшается. Так, а здесь я что-то никого... Ни из кого не выбил. Не выбил ни одного. Ни одного мяса монстров. Ладно, поплывем тогда на соседний остров. Добудем там себе обычного мяса. Потом превратим свинку в монстра. Добудем из него навоза 26 штук. И, возможно, кстати, на мясную биту себе напармим. А почему бы нет? Мясная бита будет довольно-таки неплохим ресурсом. Так что сейчас давайте мы как раз сюда отправимся. 35-й день заканчивается. Кстати, сейчас уже стоит закончить эпизод на самом-то деле. Но если я его закончу, то я сразу же продолжу следующий. Ну, я надеюсь на это, что меня не одолеет моя же лень. И я просто не забью на это все. Потому что в последнее время у меня просмотры на канале упали. Из-за того, что я очень редко записываю видео. То есть, нет, видео я записываю нормально. Но именно по Дунстарву очень редко выходят видео. Потому что я вернулся в стримерство на ютубе. И поэтому мне приходится довольно-таки... Ну, мне придется. Не приходится, а именно придется записывать почаще эпизоды по Дунстарву. Чтобы больше людей смотрело и популярность видео возрастала. Ну, надеюсь, что оно так и будет. Надеюсь, что популярность именно видеозаписи по Дунстарву возрастет. И на канал будет приходить побольше народу. Так, ну и сейчас у нас ночь. И нам придется одеть либо шахтерскую каску, либо бегать с бутылочным фонарем. Наверное, все-таки побегаем с бутылочным фонарем. Ой, оде у меня... Ага, вот корона. Так, мне нужно что-то выложить сюда. Наверное, наверное, нет. Так, ладно. Пока что давайте оденем вот это. Так, навоза у нас много. Ладно. Сейчас будем с этим всем разбираться. Так, а здесь есть? И еще какие-нибудь пучки. Или же... Нет. Видимо, нет только... О, кстати, там сундучок есть. Сундучки. Возможно, я что-то интересное оставил. Сейчас будем смотреть. Давайте, идите сюда, дорогие друзья. Так, раз, два, три. Раз, два. Раз, два. Так. Ого, все. Отлично. У нас, в принципе, все получилось. Так, собираем только мясо. На данный момент именно оно мне только и нужно. Так, а все, типа, с получива кокона больше никто не вылезет. Это, я понимаю. А вот это, на самом-то деле, печально. Так, давайте, наверное, гниль мы выбросим. Сейчас она мне не нужна. Так, нет, там я слышу одного точка. Так что, в принципе, можно как-то попытаться выбить мясо. Ееее, отлично. Мясо мы выбили. Это очень хорошо. И сейчас мы можем, в принципе, направляться на другой остров. Как раз там, где живет свинка. Хотя мы можем пробежаться и поэтому. Посмотреть, если свинка здесь. И если она здесь все-таки есть. То мы с ней расправимся. Ну, точнее, добудем из нее все нужные нам ресурсы. Так, и уже, на самом-то деле, 35-й день. Пора уже заканчивать. И, то есть, уже переходить к следующему. Записи следующего эпизода. Так. Пока что свинку я здесь не нашел. Ладно, побежали влево. Давайте до конца изучим этот остров. И уже потом определимся, что делать. Так, и что-то я бегаю без трости. Это довольно-таки печально, потому что... Без трости я буду этот остров миллион лет изучать. Так. Ну, как раз давайте 35-й день закончится. Точнее, утро наступит 26-го дня. Поэтому я закончу. Так, ну и на острове все-таки никого нет. Ладно, тогда... Тогда побежали поближе к лодке. И будем уже прощаться. Так, ну и... Всем огромнейшее спасибо за просмотр, дорогие друзья. Спасибо, опять же, за то, что пришли. За то, что посмотрели до конца. Кому понравилось данное видео, вы можете поставить лайк. Если же вам нравится подобного рода контент, вы можете подписаться на канал. Буду рад вас всегда и везде видеть на своем канале. Также хотел бы сказать, ребят, как только это видео наберет 1000 просмотров и 50 лайков, ну или плюс, ну с плюсом, там, чуть больше всего этого, то я выпущу как раз следующий эпизод. Следующий эпизод, на самом-то деле, я начну записывать прямо сейчас. И чтобы потом не возникало вопросов, где видео или тому подобное, то я сразу скажу, обозначу. То есть, в принципе, для аудитории моего канала это не так много. То есть, там, выполнится, не знаю, за дня три. Так что, надеюсь на вас, ребят, и спасибо за вашу поддержку. На этом все, и всем пока. А, кстати, забыл сказать, при просмотре моих видео, если вы хотите меня поддержать, то не забывайте отключать отблог. На этом все, всем спасибо за просмотр, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok